Между тем, сегодня Мария Скучински свыразила надежду, что другие страны не последуют примеру Великобритании. Однако пока высшие должностные лица страны думают, как справиться с итогами британского референдума, в Латвии также появилась инициатива о выходе из ЕС. Причем еще задолго до Брексита, 4 года назад. Галина Солодовник встретилась с авторами инициативы о выходе Латвии из Евросоюза и оценила ее шансы. Если бы в Латвии прошел референдум как в Великобритании, то и результат мог оказаться похожим. С небольшим перевесом победили бы евроскептики. Такое мнение высказали опрошенные нами на улицах Риги прохожие. Среди плюсов ЕС называют помощь еврофондов. Все-таки, знаете, определенное движение в лучшую сторону все-таки оно было. Оно есть, потому что появились ресурсы и возможности что-то изменить. Сделать что-то хорошее. А вот основные претензии. Если мы говорим о независимости, на мой взгляд, то здесь зависимость. То, что у нас все делают как в Евросоюзе, цены поднимают все выше, а зарплаты не делают. Именно желание добиться независимости Латвии от Брюсселя потолкнуло программиста Петериса Мартинсонса в 2012 году подать на портал Manabals.lv инициативу о референдуме за выход Латвии из ЕС. К слову, приняли ее тогда на портале не сразу. Переговоры длились полгода. Отговаривали. Идея очень простая. Если мы часть чего-то огромного, то это что-то огромное и все наши лучшие ресурсы вытягивают туда. Если будут собраны 10 тысяч подписей, то эту петицию передадут в Сейм на рассмотрение. Но, скорее всего, здесь ее путь и закончится. Это не референдум, это всего лишь общественное мнение, которое получает или не получает поддержку парламент. Парламент такую поддержку не выразит. Это однозначно. Идея обречена на неудачу, говорят депутаты. Латвия страна небогатая и ей выгодно находиться в Евросоюзе. Мы уже являемся членом Евросоюза уже 12 лет. И наша экономика выросла больше, чем 20%. Я думаю, что каждый член нашего общества понимает, что такие решения, как были приняты только что в референдуме Великобритании, были бы очень вредны для нас. За четыре года петиция набрала около двух тысяч голосов. И вот после референдума в Великобритании подписи под инициативой стали появляться вновь. Только сегодня свой голос в поддержку проведения подобного референдума в Латвии отдали около ста человек.